Пока еще одна группа подходит, мы все-таки начнем. Программы у нас сегодня насыщенные. Коллеги, всем еще раз добрый день. Мы рады некоторых из вас уже, наверное, в десятый раз приветствовать в стенах Федерального ресурсного центра. Нам очень приятно видеть ваши лица, и мы понимаем, что вы очень заинтересованы в нашей проблеме аутизма, и в том числе наши иностранные гости тоже можно переводить. Наши иностранные гости тоже у нас не в первый раз. И мы движемся, и нам, конечно, есть что показать новое. Мы, как всегда, в прекрасном атриуме, много света, много положительной энергии, но этот положительный энергии и свет играют иногда с нами злую шутку. Вам, может быть, не очень хорошо видно презентацию, поэтому мы специально поставили экран. Не думаю, что его хорошо видно на задних рядах, но, тем не менее, мы постараемся адаптировать свою речь таким образом, чтобы все было понятно, даже если вы не видите презентации. У нас сегодня по графику, как вы видите в ваших программах, первое — это работа здесь, все вместе. И вас сегодня меньше, чем мы ожидали, потому что по электронной регистрации было 268 человек. Именно по этой причине мы не дали возможность записаться всем желающим в предыдущий день. Вы видели, что на пятом этаже регистрация полностью закрыта, но мы будем иметь в виду на будущее, что регистрацию закрывать не нужно ни в каком случае, и давать людям возможность приехать к нам. Тем не менее, у нас сейчас на портале федерального центра ведется прямая трансляция, и если еще будут подходить специалисты, у нас есть другие аудитории, куда тоже ведется трансляция. И все получат ту информацию полезную, которую мы сегодня вам представляем. Два слова о нашем семинаре. Первое — это мое краткое выступление о том, что мы делаем в Российской Федерации для развития системы помощи, как может быть это вам полезно. После этого мы познакомимся с зарубежным опытом, и Адам Дрейфус представит нам довольно длинную интересную презентацию, практикоориентированный мастер-класс. И затем мы разбредемся с вами после небольшого кофе-брейка, разойдемся по четырем разным мастер-классам в зависимости от ваших интересов. И, конечно, те, кто у нас бывают не первый раз, уже увидят, что это совсем другие люди, совсем другими мастер-классами, и мы постарались подготовить для вас новую и интересную программу. У меня осталось всего 16 минут. И за эти 16 минут я хочу сказать только самое главное. Вы, наверное, знаете уже наши знаменитых восемь направлений работы. Это восемь логотипных кружков Федерального ресурсного центра. Кто их когда-либо видел, поднимите, пожалуйста, руки. Значительная часть присутствующих. Для кого впервые? Хорошо. Мне нужно, чтобы понимать, насколько по уровню информацию подавать. Коллеги, вы сегодня посмотрели, вы прошли по центру, вы увидели экскурсию. Наш центр работает в течение 25 лет. 28 ноября мы отмечаем день рождения Федерального центра. И на базе нашего школьного и дошкольного отделения вы познакомились со специалистами, прошли по разным кабинетам и классам. Вы увидели, как работает наш фундамент. Вот этот фундамент является действительно настоящим фундаментом для всей остальной нашей работы. Три с половиной года назад Министерство просвещения решило, что тот опыт, который есть у Федерального ресурсного центра, нужно транслировать в самые разные регионы. Тогда и был создан Федеральный ресурсный центр. И первая наша задача, очень важная, это работа с регионами для трансляции нашего опыта. Мы заключаем соглашение с региональными министерствами и совместно с ними создаем сеть региональных ресурсных центров. Последний мониторинг, который мы провели вместе с министерством, показывает, что сейчас региональные ресурсные центры уже созданы в 40 регионах Российской Федерации. Еще немножко и мы перейдем за рубеж 50%. Это очень важная информация. И именно Россия же она большая. И невозможно одному федеральному центру даже при наших мощностях помочь буквально каждой организации, каждому специалисту. Поэтому стратегия нашего развития вместе с вами это создание вот этих опорных точек региональных ресурсных центров в разных регионах для того, чтобы и специалисты, для того, чтобы и родители имели возможность получить помощь от непосредственного своего регионального ресурсного центра. И такое сопровождение, оно включает, конечно, и обучение специалистов региональных центров, оно включает консультативные диагностические курсы для семей по запросу региона и, конечно, непрерывные, иногда, коллеги признаюсь, круглосуточные консультации региональных министерств и региональных ресурсных центров. К этому мы готовы и делаем это с большим удовольствием. Поэтому не стесняйтесь, я знаю, что региональных центров здесь представлено в нашем атриуме сейчас достаточно. Что касается программно-методического обеспечения, здесь две принципиально важные вещи. Первая. В России, это комментарии для наших зарубежных коллег, в России есть история, связанная с примерными адаптированными образовательными программами. Это значит, что на каждом уровне образования у нас с вами есть примерная программа, на которую мы можем ориентироваться как на первоначальный скелет и каркас. Так вот, федеральный ресурсный центр, программы начального общего образования формировались с нашим непосредственным участием. Сейчас идет апробация программы дошкольного образования, это также идет с участием центра, и мы являемся одной из площадок апробации. И, наконец, вопрос, что будет, когда дети, которые обучаются по новому стандарту образовательному, пойдут в пятый класс. Они пойдут в пятый класс уже через один год, даже меньше. Что тогда будет? Мы сейчас совместно с Институтом коррекционной педагогики и мощной командой специалистов, в том числе работающих в системе инклюзивного образования, мы разрабатываем как раз программу для детей с пятого по девятый класс. Это основное общее образование. Эта программа станет вам доступна, конечно, еще задолго до первого сентября, и вы сможете с ней познакомиться, и учителя, кто работает вот в этом вот среднем звене, а также специалисты, будут иметь ориентир, по которому работать им дальше. А адаптации в этой программе существенные. Мы говорим о программе, которая есть варианты для детей с аутизмом программ 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4. И вот те, кто как раз пойдут, скорее всего, в условия инклюзии в пятый класс, это те, кто учились по программам 8.1 и 8.2. Вот эта программа в первую очередь разрабатывается как раз вот для этой категории детей. И, конечно, многим специалистам это будет крайне важно в их практической работе. Программа формируется совсем неформально и очень содержательно. Следующая история связана с методическим шлейфом. Вы знаете, что есть примерные программы, но дальше нужно учить по каким-то учебникам, по каким-то пособиям. Безусловно, федеральный центр занимается этим. За последние три с половиной года мы с вами, я обращаюсь к специалистам ФРЦ, разработали 9 пособий, 9 книжек, которыми можно пользоваться. И вы знаете, что это фактически руководство к непосредственным действиям. Это не абстрактные какие-то рекомендации. Все они размещены на портале Федерального ресурсного центра абсолютно в открытом доступе. Следующее направление деятельности — это непосредственно обучение специалистов. В центре есть несколько форматов. Один из этих форматов — это абсолютно открытый формат. Наши всероссийские вебинары, наши всероссийские семинары, на которые может приехать каждый из вас, любой человек, и спокойно пройти туда и получить ту информацию, которая вам нужна. На этих семинарах и вебинарах за прошедшие три года у нас поучаствовало почти 16 тысяч человек со всей России. Это достаточно весомый показатель, и для меня он важен, потому что это значит, что 16 тысяч человек в России как минимум занимаются вопросами 23 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра. Это, согласитесь, серьезно. Кроме открытых форматов у нас есть еще и курсы повышения квалификации. Сейчас, как вы знаете, реализуются три основные программы. Стартовая, наша базовая — это психолого-педагогическая коррекция обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Вторая программа — это раннее выявление, диагностика и ранняя помощь детям с аутизмом, детям с признаками аутизма. И третья программа — это тьюторское сопровождение для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Все эти три программы запускаются нами как бесплатные по соглашению с регионами, с которыми мы работаем. Очень скоро, в декабре месяце, мы запустим программу третью, которая только что разработана, и вся команда ФРЦ работает над этой программой, чтобы она была максимально практикоориентирована. Эта программа, информация о ней будет так же, как всегда, спущена, отослана министерством нашим партнерам, и мы ждем от министров список тех специалистов, кто приедет на эти программы, от региональных ресурсных центров. Вы будете иметь возможность бесплатного обучения и дальнейшей трансляции этого опыта у себя в регионе. Что касается возможностей других, внебюджетных, то, что не входит в наши госзадания. Я, конечно, забыл сказать о нашей всероссийской конференции, которая пройдет через год. Она пройдет с очень широкомасштабным международным участием, так же, как и в предыдущем году. И мы наших зарубежных коллег тоже приглашаем, безусловно, на эту конференцию. Я надеюсь, что всем переводят то, что я сейчас говорю. Что касается форматов, все чаще и чаще мы получаем от разных регионов запросы. Нам задают вопрос, а можете ли вы к нам приехать со своим курсом повышения квалификации? Можете ли вы к нам приехать со своим обучающим семинаром? Это все абсолютно возможно. Это является уже внебюджетной деятельностью центра. И если регион нас приглашает с каким-то семинаром, то программа формируется очень гибко под потребности региона, на самые разные тематики. Курсы повышения квалификации выездные тоже возможны, но опять же таки по запросу региона. Для этого этот запрос нужно сформировать. Что касается информационно-аналитической деятельности, то вы знаете, об этом уже слышали неоднократно, что федеральный центр запускает мониторинги совместно с министерством. И у нас сейчас на данный момент есть данные третьего мониторинга. Вот буквально собрались данные до конца на прошлой неделе. И теперь у нас есть цифры динамические о создании условий для детей с аутизмом в России за целых три года. Мы, конечно, эти цифры обнародуем, и первый раз мы это сделаем в Ростовской области уже на следующей неделе. Кто заинтересован, 30 октября мы вас приглашаем на наш всероссийский семинар в Ростовской области. Что касается нашего журнала «Аутизм и нарушение развития», наверняка тоже вы о нем знаете. Он всегда в открытом доступе и с гордостью готов сообщить, что в этом году мы подали его в международную систему цитирования, которая называется «Web of Science». Те, кто из науки хорошо «Web of Science» знает. И сейчас мы продвигаем свои идеи на международный уровень, чтобы они были доступны для других наших коллег за рубежом. Что касается информационно-аналитической деятельности, здесь, конечно, важен наш сайт, наш портал Федерального ресурсного центра. Те, кто не знают, как туда попасть, в любой поисковой системе вы набираете «Аутизм» в Федеральный ресурсный центр. И вся информация, свежие новости России, за рубежа, все наши методические пособия, видеозаписи разных мероприятий, весь календарь событий, информация о сопровождаемых регионах – все это вы получаете на портале Федерального ресурсного центра, естественно, в открытом доступе. О научных исследованиях я сейчас много говорить не буду. Для наших зарубежных коллег я готов дать некоторые в этой части пояснения. Я думаю, это будет интересно. Что касается наших исследований, то они дают конкретный прикладной практический результат. И вот один из них, мы говорили о нем позавчера, 23 числа. Кто был на круглом столе по эффективности вмешательств, поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я вас видел. Вы тогда хорошо знаете, а другие специалисты тоже должны знать, что в России разрабатывается единый нами стандарт описания методов работы с детьми с аутизмом, который будет включать наличие сведений о доказательности этого подхода. И мы будем продвигать идею о том на уровне министерском, чтобы все исследования, которые выполнялись, все методы, которые разрабатывались, они описывались бы именно по этой унифицированной структуре. Консультативно-диагностическая деятельность – это, наверное, самое важное, о чем я сегодня хотел бы для вас сказать. У всех у вас есть возможность всегда консультироваться в Федеральном ресурсном центре. Всегда есть возможность консультироваться у тех детей, с которыми вы работаете, у тех семей в Федеральном ресурсном центре. Первая вещь – это консультативно-диагностический интенсивный курс. Этот курс включает работу, бесплатную работу с родителями, приезжающими из самых разных регионов. Это родители с детьми, конечно, приезжают. И за эти четыре дня работы, с ними работают минимум два специалиста, психолог и на выбор дефектолог или логопед, происходит оценка состояния ребенка, оценка его уровня развития, разрабатывается индивидуальная программа работы с ребенком, то есть постановка конкретных целей работы, что делать с ребенком в ближайшее будущее. И затем формируется довольно подробный перечень специальных образовательных условий, который должен быть для этого ребенка сформирован в той организации, где он обучается. Родители уезжают с пакетом этих конкретных документов в свой регион, и если школа и ПМПК пользуются нашими рекомендациями, то у детей простраивается помощь, как раз такая, которая нужна. Очень часто у специалистов возникает вопрос, как же так, вот мы получили информацию, но мы не знаем, как это сделать. Тогда мы приглашаем на наши курсы повышения квалификации, для того, чтобы научить специалистов, работающих с этим ребенком, как конкретно работать по сформированной нами программе. Это тоже все возможно. Еще о консультативно-диагностической деятельности. Друзья, масса возможностей. Это возможности консультирования по электронной почте, возможности консультирования по телефону, возможности... Вчера подходил ко мне человек и говорит, у нас конкретный трудный случай. Мы можем с вами выйти на связь по скайпу, обсудить этот случай и понять, что дальше делать с конкретным ребенком. Мы говорим, конечно, можно. Это тоже основной наш вид деятельности. Сейчас почему-то консультирование по скайпу у нас не пользуется большой популярностью. Скромничают люди, не понимая, что это абсолютно бесплатная, широко доступная возможность. Я вас всех приглашаю пользоваться этой возможностью. У нас здесь, конечно, среди команды ФРЦ есть Сергей Николаевич Панцирь. Он сегодня проводил одну из экскурсий, который как раз руководит этим направлением. И мы очень будем продвигать как раз консультации по скайпу, после которых у вас останется вопросов, я надеюсь, значительно меньше. Что касается наших проектов по социокультурной интеграции, это наше восьмое направление работы. Во-первых, федеральный стандарт предполагает, что наши ребята должны получать не только образование в смысле академических навыков, но и жизненные компетенции, социализацию. Это происходит благодаря созданию сети организаций, которые работают с нами. Это в первую очередь музеи, библиотеки, это социокультурная интеграция. И мы простраиваем с этими музеями, в том числе это и музей Царицына, в том числе это Пушкинский музей и многие другие программы, для того чтобы после... Не просто мы посетили этот музей, и на этом все завершилось, а чтобы у них простраивались программы, адаптированные программы музейные для детей с расстройствами аутистического спектра. И в результате они могли бы впускать в свои стены самых разных детей с аутизмом, с самыми разными родителями, а может быть и других детей тоже. Последнее, что я хотел сказать, это о нашей работе с детьми. Иногда возникает вопрос, у вас вот сегодня конференция по инклюзии, и у вас возникает вопрос, у вас же специализированная школа, только для детей с расстройствами аутистического спектра. Где здесь инклюзивный компонент? Инклюзивный компонент, как ни странно, на самой поверхности. И мы, конечно, готовим детей. У нас 75% детей, выпускающихся из нашей школы, они переходят как раз в общеобразовательные школы в условия инклюзивного образования. И, конечно, у нас сейчас формируется сеть устойчивая вот этих вот инклюзивных московских школ, которым мы бережно передаем наших детей. Коллеги, кто из Москвы? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто из Москвы? Вы знаете, что если мы заключаем соглашение с конкретной московской школой по передаче ребенка, вы получаете очень большие возможности. У вас обязательство только одно – ежегодно принимать из нашей начальной школы хотя бы одного ребенка с аутизмом. Получаете вы потрясающие вещи. За полгода до его выхода к вам вы имеете возможность в неограниченном количестве посещать стажировки, уроки, занятия на базе нашего центра, получать консультации от специалистов на базе нашего центра, проходить обучающие семинары совершенно бесплатно. В то время как стажировки – это наша внебюджетная деятельность, она не заходит в госзадания, такого рода стажировки, они довольно дорогостоящие. Вот в случае, если мы с вами заключаем соглашение, вы получаете эти неограниченные возможности в очень широком формате. Мы вас приглашаем к заключению таких соглашений, инициируйте, чтобы ваши директора обращались к нам с запросом. И самое последнее – на портале Федерального ресурсного центра. Сейчас его все равно не будет видно, но тем не менее я попробую. Одну минуту. А вдруг будет все-таки видно? Видно? Что-то там видно. Так вот, посмотрите, в правой стороне посередине экрана маленький синенький прямоугольничек. На нем написано «задать вопрос». Вы можете безбоязненно, беззастенчиво о том, что кто-то вас посчитает некомпетентным, куда-то сгрузятся потом эти данные, и что-то вам за это будет. Вам никогда ничего за это не будет. Вы кликаете на этот прямоугольничек и задаете вопрос из тематики аутизма в любое время дня и ночи. Наши специалисты быстро выходят с вами на связь и стараются быстро ответить на ваш запрос. Мое время закончилось. Мое время закончилось. Я знаю, что у вас будут обязательно какие-то вопросы. Мы сделаем следующим образом. После того, как завершится основное время семинара и мастер-классов, тем, у кого остались вопросы, я готов на них ответить. Мы организуем здесь такое круглое пространство, где вы спокойно сядете вместе со мной, и я проконсультирую мои коллеги, конечно, тоже вас на интересующие вас темы. Ну и поскольку больше у меня не будет возможности это сказать, я благодарю вас за то, что вы к нам приехали, заинтересованы в этой проблеме, и я благодарю команду Федерального ресурсного центра, которая в течение трех дней очень активно работает, чтобы вам на этой конференции было интересно. Спасибо вам. У нас опаздывает переводчик, это значит, что мы урежем его зарплату. Вместе с тем, мне не кажется, что нам нужно ждать переводчика, потому что у нас есть несколько специалистов, которые довольно легко владеют английским языком и могут перевести. Давайте мы Евгения тогда пригласим и начнем тогда без переводчика. А зарплату переводчика разделим на нас на всех. И Адаму тоже, который немножечко пострадал в этой ситуации. Адам, окей, я думаю, мы сейчас ждем, что наш Юджин, который будет помощь на интернешных связи с Федеральным ресурсом центром, и тогда мы можем начать. Некоторые минусы, один или два. Окей, Адам? Евгений, вам нужен один микрофон и Адаму, да? Давайте проверим. Раз, раз. Все работает. Для моих детей. Начнем. Здравствуйте, моим имя Адам Дрейфус. Таким образом, мы сделаем поменьше шума. Я хочу вас просить прощения до того, как я начну. Это будет очень вызывающая презентация. Я, возможно, буду меня изменять то, что вы думаете о аутизме. А я постараюсь изменить ваш способ мышления об аутизме. И я постараюсь изменить способ мышления о вас самих. Я почти уверен что я скажу некоторые вещи которые будут трудно для вас слышать. Возможно, я буду говорить какие-то вещи, которые вам будут сложно и непонятно слышать. Но мы все равно друзья. Are we ready? Мы готовы? So I am the director of a large center like this in Richmond, Virginia. All of my students are extremely difficult. Все мои ученики они очень тяжелые. I service and educate the most difficult forms of autism in my state. В нашем штате я занимаюсь поддержкой самых тяжелых детей с аутизмом во всем штате. 20 to 30 years ago all of my students would have been in institutions. 20 или 30 лет назад все мои ученики они могли быть помещены в какие-то учреждения типа больницы. My students are very aggressive. They will hurt their teachers. Они очень агрессивны. Они могут нанести какой-то вред учителю. And they will hurt themselves. И у них самоповреждающее поведение присутствует. Most of them do not talk. Большинство из них не говорит. And they do not respond to instructions. So you have a picture. I have been very successful with some of the techniques that I'm going to show you today. So they are building me a new school. Building? Constructing. Ah, они строят новую школу. This will be my new school in one year. I also appreciate Arthur's embrace of technology. What you see there is a website. I run a school, but who is left out of the school? Who does not come to the school? It takes a family. So one of the things that I have done in addition to the school, is, I created a service for parents that they can have through their phone. it is not okay that I should be the only one who knows how to help the children. like what Arthur is doing with this center, we want to share the information. I am a big challenge for translators. this is my email. I am easy to get in touch and I am always in touch with. So if you have any questions about today, and now we start. And we start. This is maybe the most important thing I am going to say. What it says up there on the screen is a question who are you with no language? By that I mean no words in your head. But I am in the same as a student in your head. So when I am working with a student with autism, when I am working with an audience with autism, and they do not speak, and they do not respond to what I say, and they do not respond to what from the speaker, I presume they have no language in their head. This is a controversial idea in America. But the science is proving that I am correct. So it puts a lot of pressure on us as teachers. How do we teach someone who has no language? So my job is to give them language. So my job is to give them language. not just language that I can hear and that I can understand, but language they can use inside themselves. It is the language in your head that you use to make decisions. I ask you how would you calm yourself down if you had no words in your head? This helps explain many of the behaviors that we see. and it helps to explain различные поведенческие moments. So there is a neuroscientist Antonio D'Amaisio who studies human consciousness human consciousness who studies human consciousness he is not an autism researcher he studies the development of language inside your head these are his books I encourage you to read them but I also use them to illustrate everything you hear me say today is based in science none of it is Adam's opinion not on opinion I will show you all of the research as we go through so you don't think it's just one crazy American so you don't think it's just one it's just one crazy American so you don't think so this is Antonio D'Amaisio's theory of human consciousness it starts down here with simple animals it starts down here with simple animals it starts down here with simple animals so you don't think it's just one of the fish reptiles no language no language no language next level next level some memory no language no language нет языка these are higher mammals these are higher mammals это высшие млекопитающие as we move up дальше продвигаемся some language какой это язык a sense of self and our own history понимание истории strong memory хорошая память неандертальцы неандертальцы шимпанзе дельфины and here's us а здесь мы комплексный язык хорошая очень хорошая память искусство и наука so it's easy to see where we are on this chart where would we put someone who has no language are they less than us or different and if we give them language does it make them like us or are they still very different these are questions that working with these students forces me to ask so most of the work that I do comes from the work of Dr. Skinner familiar with him yes you must know where his ideas come from anybody Pavlov so I am secret Russian all of behaviorism flows from the work in this country it's one of the reasons I come here my training comes from you so thank you there was a very important meeting in Dr. Skinner's life this is not a real picture 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 so Dr. Skinner when he was young he became very famous and he was at a very important dinner with a very important psychologist in the middle and this is going to be a big challenge for you are you ready? so the famous psychologist said to Dr. Skinner your work is very amazing but tell me this explain my behavior right now when I say no black scorpion is falling on this table falling on a table what is falling a scorpion like a spider what he was saying was behaviorism can explain simple behaviors like why do I avoid things my pupil dilating if you shine a light in it but how does it explain complex language so over the next 30 years Dr. Skinner worked on this verbal behavior in which he attempted to explain complex behavior almost everything you hear from here comes from this book so what is verbal behavior so classic behavior is just the study of an organism as it moves through time and space that's Pavlov Sessionoff Skinner but this is different но это другое verbal behavior means I'm controlling someone else's behavior вербальное поведение означает что я контролирую чье-либо другое поведение can you think of an example можете привести пример almost everything we do практически все здесь все сидящие здесь right now you are controlling my behavior прямо сейчас вы контролируете мое поведение if you got up and left если вы встанете и уйдете do you think I would still stand here talking only if I was insane but there are invisible rules controlling your behavior also why are you all sitting so quietly почему вы сидите так спокойно почему вы не прерываете меня так мое поведение контролирует ваше поведение если я перестану разговаривать сколько еще вы так просидите прежде чем просто уйти вербальное поведение это то как один организм контролирует другой и все эти правила работают без необходимости учить им но они так не работают на детях в отношении детей с аутизмом и это главное отличие и главный вопрос заключается вот в чем почему они не учатся так же как мы почему зачем нам нужны специальные школы внести это доктор гривен на фотографии это мой профессор из колумбийской университета в нью-йорке он не был студентом но он его хорошо знал павлов павлов скинер доктор грир павлов скинер доктор грир я прямая линия это теория доктора грир человеческого развития я бы хотел чтобы вы обратили на нее внимание и посмотрели на нее через призму того графика который мы видели раньше это первый уровень прежде чем услышать это дети или взрослые которые не получают звуковые сигналы и они полностью зависят от нас им очень сложно находиться вступить в наше социальное общество они не обладают этими способностями если мы научим их разговаривать или слышать если я скажу подойди сюда они подойдут они все еще зависимы но они уже часть нашего общества у меня в школе много деток которые не разговаривают но за счет того что они могут слышать они могут участвовать и следом мы учим их разговаривать then они могут начать сказать другим что делать и следующая ступень это возможность способность сказать не хотят например я хочу пить я не хочу идти в школу сегодня я не хочу я не хочу идти в школу сегодня жарко и таким образом мы понимаем что с ним происходит и следующая это очень важная способность они учатся вести диалог мы знаем мы знаем что детки с аутизмом которые могут связать буквально два слова например сок крыло два слова и диалог невозможен это только то что они хотят как ребенок и самая важная способность они разговаривают и слушают в своей голове некоторые люди называют это способностью мыслить я хочу сказать что вы хотите сказать себе в голове прямо сейчас следующее что я скажу несколько противоречиво I submit to you that that experience is an learned skill like riding a bike that voice is not you it is language that you learned that you use like a tool inside your head do you need proof do you need proof what language do you listen to in your head that you слышите какой язык вы слышите у себя в голове звучит у вас в голове русский because you were taught russian you were not born with russian russian is not natural to your head русский не изначально вас в голове and again I pause for a moment to ask you imagine your life with no language a very challenging idea it it is so one of the things that we have learned through our research so one of the things that we have learned through our research russian 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 and that at some point they become connected and that at some point they become connected so that when you talk in your head so that when you talk in your head you also listen to that voice what is that called if there is not that connection it is a medical term if there is a voice in your head and you don't think it is you and you can hear schizophrenia 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 it is a so if I could reach in your head and turn off and turn off you are listening then you just had a voice in your head you would be crazy so how does that happen how does that connect and how do I know I'm right because of the autistic children we have children in my school who can talk but they don't listen the term for it I don't know if it translates is echolalia I don't know if there is a term echolalia so perfect speech it is a perfect speech Mary had a little lamb little lamb little lamb Mary had a little lamb the child will sing the song but if you say who has a lamb but if you say who has a lamb who has a lamb no response what is your name no response hey we are going to go outside and play no response so they can speak they can speak they can speak but no listen but no listen but no listen independent it is two different capabilities so I would argue that that is what is happening inside they say words in their head they do not listen to them like it comes from them but they do not listen to them like it comes from them big problem big problem big problem we also have children who can listen but don't speak but don't speak so I say to them go to my office get the yellow folder on my desk and they go independently and come back perfect listening but they have no words so I don't know what that must be like inside their head if you can hear but not speak but not speak so these two books hold all of the knowledge that I'm talking about today this is my clinical Bible it is full of the protocols and interventions some of which I'm going to show you today unless you kick me out this book is specific for teachers it tells you how to take these theories and do them in a classroom what they are not mine I don't get paid I'm not selling the books it's not my books I don't sell them so show of hands how many of you are familiar with verbal behavior поднимите руки кто из вас знаком с вербальным поведением one two three okay few немного I have about one hour I have my timer my timing so I'm going to take a little bit to it's going to be a little basic я вам сейчас базово приведу пример это будет очень базово но это поможет вам разобраться с тем что будет далее с вашего позволения либо я могу перескочить то есть либо я приведу пример либо я перескочу мы проголосуем should we explain the basics объяснить базу либо перешагнуть проголосуйте кто за то чтобы показать пример объяснить пример или же мы пропускаем этот момент okay good democracy отличная демократия so one of the concepts that Skinner developed was the idea that he calls a man это основная идея которая называется man what he means by that is a request что оно означает оно означает запрос it is the most important communication piece это основной момент коммуникации главный момент коммуникации мы начинаем работу со всеми детками с этого в обуче потому что если вы не можете спросить, попросить то, что вам нужно и что еще более важно, что вам не нужно то не будет всех вот этих поведений Итак, у нас здесь есть специалисты в области речи у меня в школе есть специалисты речевые специалисты это их основной фокус основной инструмент и я знаю, проблема зачастую в школах для детей это попросить что-то они должны хотеть этого я прошу воду, если я хочу пить я не зову своих друзей в случае, если я не хочу пообщаться это сложная работа с детьми когда они сами не могут объяснить, что они хотят очень мало количества детей хочет сидеть на стуле они никогда не говорили папочка, я хочу сидеть на стуле на протяжении пяти часов просто сидеть на стуле пять часов а так как это основная задача это сложно реализовать в школах это делает обучение таких детей намного более сложным поэтому моя школа в моей школе много предметов которые их могут заинтересовать то есть не только обед либо что-то, что привлечет их в конце дня но то, что будет цеплять их на протяжении всего дня и таким образом мы учим их сидеть на стуле если вы попробуете делать это иначе это будет очень сложно вас покусает у нас есть студенты это школа, детский сад и начальная школа верно? у меня есть маленькие студенты но у меня есть студенты, которым 20 лет и они приходят ко мне без способностей это мой успех а когда они грустные очень сложно их контролировать представьте, что если бы я сейчас сошел с ума как бы вы меня остановили? я очень большой и очень сильный вас много но я не уверен, что достаточно мы понимаем, что запрос очень простой то, что основной посыл объясните вам, что это та способность которая важнее всего научить у нас есть например как VVMap и это главная способность которую мы учим которую мы должны научить и это первое, чему мы стараемся научить второе вторая очень важная коммуникативная способность называется просто такт и это означает название чего-либо куртка стена девочка мальчик у большинства наших деток очень небольшой словарный запас а у некоторых вообще нет такт это то, где мы строим их язык и строим их речь и всегда интересно понимать мотивацию вашего поведения поэтому запрос в том, чтобы была мотивация основной посыл заключается в том, что главное мотивация обязательно для такта просто называть вещи своим именами в чем здесь мотивация почему ребенок говорит игрушка это и есть запрос все верно кто из вас родители у кого есть детки подумайте о них у них есть запрос и за счет этого запроса они интересуются названиями предметов собачкам кошкам солнышкам мамам папам сотни и сотни слов откуда приходит мотивация откуда идет мотивация от их учителей и от их родителей когда они говорят солнышко они смотрят на вас и вы говорите да, солнышко а их мотивация это социализация и очень сложно обучать деток с аутизмом словам потому что у них нет потребности в социальной коммуникации эффективно обучать языку вы должны им нравиться не чуть-чуть а внутри глубоко чем глубже ваша связь с ними тем больше язык вы увидите я консультировал тему в школах и я смотрел на инструкции и я видел, что дети не учат слова и я попросил показать как вы инструктируете их как вы их обучаете и они ответили да они ответили что это студенты это телефон это телефон это телефон что это? это телефон п-х-о-н-е это телефон что у меня в руке? я звоню маме я звоню маме это телефон и что делает ребенок он хочет убежать и что я называю в моей школе вы должны быть заинтересованы не на детской площадке то есть должна интересовать не детская площадка не еда вы должны сами быть печеньем и если вы для ребенка как печенье то ребенок сам к вам приходит сам к вам тянется когда я сижу в школе дети сами подходят и садятся вокруг почему? хорошие они понимают что с ними произойдет что-то хорошее я должен быть лучшим что происходит с ними ежедневно я их печенье и таким образом мне не нужны будут никакие дополнительные печеньки чтобы их заинтересовать мне не нужны ни стикеры ни игрушки я печенька я кусочек сахара и я скажу кое-что очень антинаучное основное как я стал печенькой способ это то что ребенок должен понимать знать что я люблю его и что я не причину ему вреда я защищу его от всего чего угодно от других вещей точно так же как собственного ребенка и в этот момент способность к обучению возрастает в разы и у меня есть еще один секрет вы здесь потому что вы любите детей я немножечко скорость пропущу open this link I just don't I can't read Russian somewhere here it says open it it's a hyperlink что-то возникло что-то появилось no, no, no this click click and it will open to a website его нужно нажать и откроется сайт нужно открыть if you right click it'll say open link no, no oh, ok ah, yes it'll take a second so we're opening a website we're opening a website we're opening a website what I have is a complete framework it's a complete framework difficult to see but I'm going to zoom in what I have done is taken that book that I showed you я взял информацию с книжки которую я вам показывал and all of the techniques in it and made it into a picture и я их все оформил в картинку so this is a behavior theory like many other behavior theories so up here is baby здесь ребенок no skills у него нет способностей some reflexes какие-то рефлексы and down here а внизу is you это вы со всеми вашими способностями this is I want to stress it is an incomplete theory я хочу сказать что это полная теория не полная теория ну чуть-чуть не полная incomplete да, это незаконченная теория so like all science как любая наука она развивается we are learning new things мы изучаем новые вещи so a good way to understand this is you're going to see a little blue box и что я хочу чтобы вы понимали вот здесь есть синенькие таблички рамочки and that is the skill you acquire as you grow up это те способности которые вы получаете в ходе вашего развития пока растете more importantly these red circles это красные круги if we identify that you do not possess that skill если мы понимаем что вы не овладели этим навыком we have a specific intervention to induce the skill то у нас есть особые техники чтобы обучить вас этим способностям Arthur was talking yesterday about do we have a comprehensive plan у нас есть общий план понимания yes that's just a picture of my son when he was a baby his name is Henry I thought he was cute he's not so cute he looks like a little naked monkey so one of the skills that most of us are born with I'm not talking I'm not going to talk about blindness and deafness today мы говорим о большинстве деток мы не говорим про слепых сегодня у них есть возможность видеть и это одна из основных способностей самых сильных возможностей для детей с аутизмом их видение их зрение I see you know this completely I walk in the classrooms and I see the visual schedules and the pictures for communication so when you think of a baby one of the first things a baby does is looks at mom think of how basic this is and how early it starts and what is one of the major problems that children with autism have they don't look at us so when you are looking at that deficit you are looking at a deficit that traces back to when they were two months old so your student might be ten years old but he is lacking a skill that he did not get ten years ago so you need to go back and teach that skill and teach that skill like he is a baby because there is one thing we know about development it doesn't work when you skip you don't get to skip stages А многие пытаются перебрыгнуть. И вам нужно выстраивать. Вам нужно строить, а у вас нет конструкции, у вас нет фундамента. Как преподаватель, я сотни раз совершал эту ошибку. Я пытался учить пятилетнего ребенка, как пятилетнего ребенка. Я не понимал, что он не овладел теми навыками, которые он должен был воздействовать с первого года жизни. Но когда я вернулся обратно и обучил его этим навыкам, я смог разблокировать его. Так, когда вы родились, вы видите, вы можете слышать, и вы что-то говорите. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это формируется внутри вас. Если вы что-то упускаете, пропускаете, какие-то способности, вы не были бы собой. вы не могли бы разговаривать вы бы не могли слышать и многие из вас не делают это в идеале у большинства из нас есть друг который разговаривает, разговаривает, разговаривает но он не слушает он много болтает, но он не слушает он выглядит нормально но он плохо умеет слушать мой папа такой я говорю папе, ой, я руку сломал и он говорит, ой, а когда я был ребенком, я тоже ломал рук я говорю, пап, это не про тебя сейчас моя рука сейчас сломана и он говорит, да, но это напоминает мне плохие способности слушать подумайте о голосе, который звучит у вас в голове у меня голос взрослого человека он всегда помогает, всегда полезен ваш внутренний голос всегда говорит вам правильные вещи вы такой хороший человек вы красивый вы можете все или иногда он говорит, у вас кожа не такая у вас большой живот вы, возможно, не понравитесь людям возможно, вам лучше остаться дома и подумайте о том, как мы себя ведем потому что мы думаем, что это окей что это правильно мы зачастую допускаем разные опасные ситуации ну, такие опасные мысли потому что мы думаем, что это нормально сигарета, это хорошо я выпью больше алкоголя я не пойду навстречу с человеком, который мне не нравится вам нужно слушать внутренний голос с призмой недоверия ну, внимательно потому что если я прав тот голос это голос не вы иногда люди с минуты, когда я это говорю я хочу показать вам видео и объяснить, как работают эти техники это будет простым для понимания это неправильное видео вот это это тоже хорошее видео это Джей а я 8 лет он не разговаривает и он не слышит ему очень тяжело находиться в классе какие же инструменты мы используем в школе в классе, чтобы обучать их книжки я сделал так, чтобы Джей захотел книжку как я научил Джей захотеть книжку техника, которую вы увидите достаточно сильная техника и прямая этот протокол называется условные книги условия для книг не особо креативные называемый это ситуационным тестом я здесь и вы видите, что я стараюсь в течение 5 секунд сконцентрировать ребенка на книге а потом я прекращаю и у меня есть подконтрольная не подконтрольная а ситуация на которой сфокусирован а потом тестовая ситуация 5 секунд 5 секунд 5 секунд 5 секунд у меня здесь ежедневник я не знаю, если вы будете видеть но мы берем дата-месерменты на все мы должны знать, что мы отмечаем все фиксируем все измерения в школе в прошлом году количество дата-поинтов мы взяли более 1 миллион у меня в школе за прошлый год было более миллиона таких заметок наша теория гласит, что если это важно изучать это важно фиксировать и потом сделаем графики чтобы мы их видели то есть мы фиксируем все-все-все чтобы потом видеть прогресс либо как раз ситуация и и и и и и и и и Итак, что я фиксировал? Когда смотрел ли он в книгу, когда я ничего не говорил? Мы начинали 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Если он достигал цели, мы шли на 10 секунд. На 15 секунд. То есть, если он начал ребенка концентрироваться на каких предметах, в данном случае в книжке, сначала 5 секунд, 5 секунд, и если достигали отметки, что ребенок сконцентрирован на книжке в течение 5 секунд, то планку поднимали до 10 секунд, а потом до 15. Я не использовал здесь эту технику, но мы часто используем еду, как печенье, крекеры, что он любит. Здесь у нас два преимущества. Первое. Я учу его любить книги. Второе. Я приучаю его, что я для него печенька. И он понимает, что от меня исходят хорошие вещи. Я учу хорошему. Как я понял, что я двигаюсь в правильном направлении, это было не очень научно. Я однажды зашел в аудиторию, и Джей, впервые в жизни, подошел к книжной полке, взял книжку, подошел прямо ко мне, взял меня за руку, повел меня к стулу, сел рядом со мной, посадил меня, и открыл книгу. Он не знал, как читать, но он хотел оказаться вместе со мной в этой книжке. Подумайте, насколько это было важно для меня, как для учителя. Когда вы достигаете того, что ребенок хочет коммуницировать с вами и хочет учиться, берет книгу. Очень простая техника. Спасибо, Павлов. Спасибо. I think what I'm going to do is, I'm going to, yes, I'm just going to zoom ahead, because they like the videos. I'll just show these. Yeah, this one's a link, too. Yeah, that's a video. Good thing we have Arthur. This one? Ah. Okay. So this is a little bit more of a sophisticated technique, a little bit more challenging. The idea is that we know that children with autism usually just learn something in one way. The idea is that we know that children with autism usually just learn something in one way. Unlike you, if you learn the word car, you automatically know how to spell it, you can find it on a page, if I ask you what is a car, you can tell me. If I say point to a car, you can point to a car. We call that skill. We call that skill. We call that skill. Naming. 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 It means the ability to learn something one way. It means the ability to learn something one way. And you automatically know it all the other ways. And you automatically can bring it to the knowledge in the future. This is how most of us learn most of what we know. This is how most of us learn most of what we know. You were probably taught very directly. You were probably taught very directly. You were probably taught very directly. About 500 words. 5-7 words. But you know tens of thousands of words. But you know tens of thousands of words. Because of naming. Because of naming. You have this skill. You have this skill. When you are sitting in your parents' living room. And they say something. And you hear it. You learn it. You learn it. So what this technique does. What does this technique do? Is it takes several different ways that we teach. We use this a few different ways that we teach. Like your robot. Like what? Your robot. Oh, they have a robot. Like a robot. Like a robot. Well, like your teachers. Like a teacher. So you teach matching, correct? You teach matching, correct? Match. Match. And pointing. You teach показывать, показывать. Point to the bear. Покажи мишку. Point to mommy. Покажи маму. That's a listening skill. Это способность слышать. They have to hear the word. Они должны услышать слово. And then know it. И узнать его. Опознать. Jay. Does not learn that way. Не изучал. He doesn't hear the words. Он не слышал слова. I'll show you a amazing new protocol. Я покажу вам потрясающий сейчас протокол. Taught him how to listen. Как мы учили его слышать. So we learned, there's a word called tact, which is just a name of something. И мы помним слово так. And then we ask questions. И затем мы задаем вопросы. So what this technique does. Что делает эта техника. Is it rotates through all of those. Она пересекается со всеми. So instead of just match, match, match. То есть нет просто соотношение, соотнести одно с другим. Or point to, point to, point to, point to. Покажи, покажи. We rotate them. Мы их смешиваем. So you'll see. Now this young man. Is one of the most violent students you'll ever see. Один из самых сложных студентов, которых вы когда-либо видели. Five teachers to the hospital. Five teachers, да? He attacked five teachers. Это очень агрессивный ребенок. Он напал на пятерых учителей. When he is at home. Когда он дома. He sleeps on top of the refrigerator. Он спит на холодильнике. Or under the deck. Или под столом. Almost a pharaoh. Like a dog. Like a dog. Yeah. You have children like this that are... You have children like this that are... You have children like this that are... Nobody wanted to work with him. And nobody wanted to work with him. But in school, very interesting. But in school, very interesting. He would just sit in his chair. He would just sit in his chair. And wouldn't bother anyone. And wouldn't bother anyone. And wouldn't bother anyone. Unless you tried to teach him. Пока его не пытались учить. Он сразу же кидался. So... The year before, I first met him. За год до того, как я его встретил. And the teacher would not let me work with him. И учтения не хотели с ним работать. Because he was too dangerous. Потому что он был опасен. So this is his next year. And the new teacher says... And this is pretty early in my instruction. And this is pretty early in my instruction. You'll see almost no one else around. You'll see almost no one else around. But they think I'm going to get attacked. Because they think I'm going to get attacked. And they ask me. Do you want special jacket? And they ask me. Do you want special jacket? And arm guards. на куртку и на защиту. Чтобы, если он будет кусаться, он не поранил вас? Но я проанализировал его и его поведение и я понял, что его плохо учили. С ним старались работать, учить его буквам. Он мог читать. И я стал, ну я пытался понять, сколько может прочитать. И сколько видов поведения в школе это из-за неправильного обучения. Вы знаете историю о Теории Трех Кроватей? Когда он ребенок, мы просим сделать ребенка что-то простое, а потом сложнее, сложнее, сложнее. А потом они атакуют или же прячутся. И сильнее, сильнее, сильнее это проявляется. Мы старались соотнести слова, показать слово и выявить у него способность слышать. Если я просто держал карточку и ничего не говорил, я старался вывести вопрос на контакт. Он видит слово и может ли он его сказать когда я молчал. А иногда я задавал ему вопросы. То есть, четыре разных подхода. И мы их меняли. Миксовали. Добавить. Макс, да? Мам, да? Найс! Макс, да? Поинт к дэ? Те, он дадден? Поинт к дэ? Те, гадден? Ооооо! И он! Те, он, да? Покажи, дотронься. Молодец! Держи конфетку. Покажи на БАТ Молодец Покажите ЭН Что это за слово? Покажи на БАТ Покажи 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 БАТ И даже ДАЙ ПЯТ Для Него это новая техника Я старался сделать две вещи Контактировать с Ним Показать Ему, что я безопасен Я не причиню Ему вреда Когда я впервые с Ним встретился Если когда я поднул руку, чтобы дать Ему пять Он испугался, что за него замахнулись, он начал защищаться Потому что он привык, что к нему применяют физическую силу Что несколько понимаемо Он очень опасный ребенок Он выглядит опасным сейчас? Вы бы боялись с Ним работать? Это то, что я делал То есть я показал учителям, как работать с Ним И я учил его быть хорошим студентом И учил его дотрагиваться, то есть тактильному контакту И что тактильный контакт может быть как печенье Я знаю, что вы в России тоже используете еду Чтобы смотивировать ребенка И мое мнение, вы должны использовать все, что можно Если еда работает, книжки работают Вы используете ее И когда вы думаете о развитии Нужно прорабатывать способность Остановить зрительный контакт И это та способность, которую вы обрабатываете у ребенка Когда мы три месяца И мы должны сделать сейчас Молоко Еда – это первая способность И поэтому в этом есть научное объяснение Тому, что в работе с ребенком используют еду То есть тактильный контакт и еда Изначально шли неотъемливо друг от друга Особенно если мы работаем над ранними способностями Потому что для остальных из нас Они будут смотивированы едой Наши первые слова Первые слова, которые мы слышим, первые мысли Мамин голос Смотрим по сторонам Почему? Потому что у мамы есть еда Мама еда Другой момент, который, не знаю, вы заметили или нет Когда он давал правильный ответ Что-то такое большое происходило, важное Какой-то тактильный контакт Когда он давал неправильный ответ Я просто давал ему правильный ответ и мы продолжали То есть мы просто давали правильный ответ То есть мы мотивировали его, поощряли его за правильный ответ И ничего не делали, спокойно реагировали на неправильный ответ И это очень правильная процедура Подумайте, как бы, например, я учу говорить «да» Скажи «да» И она говорит «да» И я говорю «да» Я говорю «молодец» Но она говорит «дак» Она говорит «дак» Она говорит «собакам неправильный ответ» И я говорю «О, это был хороший попыток Следующий раз ты получил Ты попробовал, а в следующий раз у тебя получится И посмотрите, вот эти два ответа, они очень похожи Обычно ребенок увидит разницу Но дети с аутизмом Они видят одно и то же в этой ситуации И они не видят разницу То есть, что в одной ситуации они дали правильный ответ, в другой неправильный Они не видят разницы Does that make sense? Is there any questions? I'll show some more So, look for correct response, incorrect response And how I manage it Когда ребенок дает правильный ответ И неправильный Что это? Do What word is this? What word is this? But 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 No high fives What word is this? What word is this? What word is this? And And Match bot Покажи, but Совмести Right here But Вот Excellent Reinforcement Мотивация Points of but Поощрение Покажи, but Nice Отлично Reinforcement Поощрение What word is this? Что это за слово? What word is this? Что это за слово? Is But But So, it's also important to see This is a new instruction for him The way that I am teaching him is new to him Для него это как новая инструкция То, как я с ним занимаюсь Ну, я Устанавливаю свои правила So You see he gets many incorrect answers Вы видите, что тут много неправильных ответов Which is Frustrating Что Впервые But he does not misbehave Но он ведет себя хорошо He doesn't attack Он меня не атакует So He has the skill To be able to tolerate Frustration То есть У него есть способность Вести себя спокойно Which is very important A lot of our children don't They get frustrated Boom И потому что Многие дети Сходу реагируют Не так Any questions? Вопросы? I've only got about 8 minutes Is that right? У нас есть Около 8 минут 5 минут 5 минут Окей So I have time for one more video У меня есть время еще на одно видео Can you Yep So I'm going to give you all of my materials I have them actually over here These are all my protocols All the things that you're seeing And your translators are most excellent And you have my email Do this Do this Do this Do this No Ah Yes All right Do this Do this Do this Do this Do this So There's me again With not grey hair So Very challenging No behaviors No words But Perfect Listening skills Но он отлично слышит And He knew sign language И он все переводит звук He had been taught Sign language И его научили Давать знаки So he could talk with his hands Он может разговаривать жестами Знаками But he could hear И он может слышать So I said Has anybody heard him talk? И Я спрашивал Кто-то Пытался с ним разговаривать? Говорит нет So I tested something И я решил Поэкспериментировать I said I had them show me instruction Я просил показать мне инструкции What is this? What is this? What is this? Что это? Что это? Что это? Чтобы она объяснила Что для него есть что So I had a pen А у меня была ручка And I said What is this? Я спросил Что это? Один Два Три Четыре Пять Pen Pen The teacher cried The teacher cried The teacher cried She said I'm a magician I said No it's a trick It's a trick I have So What I'm doing here Что я здесь делаю Is a technique called Rapid Motor Imitation Эта техника называется Быстрая имитация Быстрая последовательная имитация I'm gonna have him imitate me Я просила имитировать меня Очень быстро Чтобы схватить тот момент Когда он сможет повторить слово Я постарался вытащить с него слово Он показывает знаками Which I ignore I don't know Сделай это Сделай так Сделай так Сделай так Сделай так Wall Мячик One ball Use a sign language Это язык жестов Он показывает Один мячик Два ручка Сделай так Сделай так Сделай так Excellent Я начал вытаскивать из него звуки. Я дал ему маленькую конфетку. И это была ошибка. Потому что я хотела, чтобы он разговаривал. А теперь он ест. Мне пришлось подождать. Делай так. Делай так. Делай так. Бас. 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 Вы видели? Он сказал очень аккуратно слово автобус. Это было второе слово, которое он произнес. Что я сделал? Я показал учителям, что он может разговаривать. И это полностью изменило их подход. Обычно я бы... Но мы обычно использовали его язык. Но нам нужно было вырваться из этого. Мы перестали разговаривать с ним на его языке. И параллельно мы поощряли его за то, что он разговаривал на нашу. И вот в моменте, когда учителя и родители узнали, что он может разговаривать, они начали на него давить. И очень часто с такими работой, с такими детьми, люди стараются ускорить процесс. Учиться новым способностям, это очень сложно. Мы должны прикладывать много усилий, но они должны давить. И потому что для них это некомфортно. Но сейчас он учится в обычной школе. И у него уже нет диагноза инвалидности. Никакого спецобразования. Это для нас огромный успех. И это обычно очень непросто. Я хочу еще вам кое-что показать. Да. Итак, это статистика. Того ребенка, которого вы видели. Это не моя статистика. Мне не нравится так оформлять. Смотрите, где он получает 10 из 10. Потому что он понял, как это делать. И все его графики выглядели так. Его учитель очень гордился. Потому что смотрите, какой успех. Но это происходило до того момента, как он становился более агрессивным. Потому что они просили его делать то, что он уже умеет. А обучение сделало его агрессивным. Это то, как выглядят графики в моей школе. Мы постоянно отмечаем успехи ребенка. Где-то отмечают, оценивают изменения раз в неделю. Это то же самое, как если бы ваша машина показала на спидометре скорость раз в час. Это не так. Вам постоянно нужны данные для того, чтобы иметь эту информацию, чтобы выстраивать диалог дальше. И это то, как разговаривают дети. И если вы зайдете на этот сайт, вот эту вот ссылочку, вы зайдете на него, а вы увидите все, о чем я говорил, бесплатно. Если бы я был на вашем месте, я бы все это забрал. Я думаю, что мне нужно ускоряться. Это мой имейл. Спокойно обращайтесь ко мне. Контактируйтесь со мной. И я была рад присутствовать здесь. Дрейфус, Греер, Скиннер и Павлов. Я чувствую себя правнуком Павлова. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Лидия Григорьевна, учитель-дефектолог. Вот вы вытягиваете от ребенка слово. Какие слова мы можем у него вытянуть? Мама, папа, бабушка, дедушка, автобус, мяч. Какие слова можно применить в самую первую очередь? Да, что вы, какие слова вы приготовили для него? Отличный вопрос. Что можно использовать? Для ребенка, который вообще не разговаривает, какие слова могут стать первыми? Всегда-всегда-всегда. Работайте со словами, которые важны. Мама. Сок. То есть, по факту, выбирайте те слова, которые становятся первыми для любого ребенка. И если мы, когда мы выходим из аудитории, из класса, они должны его окружать. То есть, вы даете толчок. Вы даете толчок, ребенок ощущает этот толчок, ощущает, 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 и произносит. Вы стараетесь найти те слова, которые актуальны, и которые пересекаются с ним. И это создает невероятный желание, чтобы сказать слово. То есть, вы выбираете те слова, которые он сам захочет, нереально захочет произнести. То есть, то, что ему нужно произнести самому. Например, если ребенок очень хочет пить, вода. Если он хочет видеть вас, ваше имя. То есть, то, что его сильно замотивирует, и вы выбираете из окружающей среды, то, что его действительно замотивирует, и то, что ему будет очень нужно. Сейчас у нас телефон. Сейчас, дети, что у нас? Телефон. Скажи телефон. Спасибо. Спасибо, Адам. Марина Алексеевна сейчас нас проинструктирует, что мы делаем дальше, коллеги. Адам, вам большое спасибо. Спасибо большое, Адам. В Федеральном ресурсном центре такие техники, о которых вы говорите, используют с большим удовольствием, и многие специалисты довольно давно. Я думаю, что для России этот опыт, он очень полезен. Да, очень полезен. Спасибо. Коллеги, мы дальше с вами действуем по плану. Единственное, ну, 10 минут мы, наверное, увеличим перерыв, потому что задержались. Поэтому нас ждет чай, кофе, угощение. Вот здесь вот спускаемся вниз по лестнице. Называется это Арбат. В программе все есть. И дальше, ну, получается 12.40, значит, 12.45 мы встречаем вас здесь с табличечками и разводим по мастер-классам. В программе тоже выбирайте понравившуюся вам площадку. Мы в любом случае вас примем на понравившейся вам площадке. Продолжение следует...